Подпишитесь на Ру-Тюб-канал из соцсети Спаса и смотрите все выпуски программы «Утро» на Спасе. Спас. Подпишись на главное. Христос Воскресе! Сегодня 20 апреля, друзья. Четверг. Церковь молитвенно чтит память преподобного Даниила Переяславского. В эфире программа «Утро» на Спасе. С Богом, друзья. В Новый день. Кто из киво-печерских святых прославился тем, что был спасен из плена не людьми, а ангелом? Можно ли ребенку дать свободу выбора и не крестить его во младенчестве? Отвечаем на ваши вопросы в рубрике «Утренняя почта». Почему Оптина-Постына имеет большое значение для семьи Эдуарда Баякова? Как могут сочетаться храм и театр? И какой из храмов в России посвящен погибшим морякам? Обо всем этом мы поговорим в начале нового дня. В эфире программа «Утро» на Спасе. «Никогда не теряйте надежду на промысел Божий», – говорил преподобный Гавриил Ургибадзе. «Утро на Спасе просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом». Так давайте же начнем это утро со слов Святого Евангелия. И отрывок из третьей главы Евангелия от Иоанна прочтем вместе с протерим Андреем Скачевым. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». И Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей родиться?» И Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» И Иисус отвечал и сказал ему, «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иван Глета Иоанна. Сегодня читаем третью главу. Это то место, где происходит встреча Господа и Никодима, старца. Встреча Нового и Ветхого Заветов. Кто такой Никодим? Это один из высокопоставленных чиновников того времени. И это один из малочисленных людей, признавших мессианскую качество за Иисусом. И малочисленных людей, которые, несмотря на страх быть отлученным от синагоги, ищут встречи. И Господь идет к нему навстречу. Под покровом ночи они встречаются, и у них совершается такая беседа. И мы видим, что Никодим никак не может понять, о чем говорит Господь. Христос говорит, что следует родиться свыше. Никодим вот так по-человечески пытает это понять, и говорит, ну как я должен снова войти в утробу своей матери, чтобы опять второй раз родиться. Христос говорит о перерождении, о рождении от Духа Святого, в крещении, в таинстве. Теперь нам это все понятно. Но тогда ему было, ну никак не понять. И далее Господь говорит совершенно революционное для того времени. Слова совершенно никак не в укладывающиеся в Ветхий Завет. Господь говорит, Дух дышит, где хочет. Позднее эта же мысль прозвучит в беседе с Самарянкой. Буквально вот скоро. Дух, церковь, где хочет. И вот этот универсализм христианской проповеди, он закладывается здесь. Уже от самого Господа Иисуса Христа мы слышим, что не только в Иерусалиме, не только в одном географическом месте, но и вообще везде, может быть даже и не в храме, а где-то на квартире, на доме, совершается православное богослужение. Ибо Дух, он, как вот старые обрядцы говорят, церковь не в бревнах, а в ребрах. И Дух Святый. И вот Никодим, давай проследим с ним дальнейшую его жизнь. Что будет дальше после этой беседы? Он станет твердым последователем Господа Христа. Именно Святой Никодим отдаст свой гроб, свою пещеру для захоронения Господа распятого. Гроб. Именно он, такой знатный человек, отдаст вот этот гроб, пока еще никем не использованный. И он во время заседания Синдриона скажет такие важные слова. Разве можем мы судить человека, не выслушав его? Это, конечно, было очень смело с его стороны. И в ответ фарисеи сразу же набросились на него. Разве ты тоже один из учеников? Вот так вот набросились на него. Но он был прав. Он сказал то, чему нельзя было возразить. Но он так и не исповедовал себя христианином. Да, мы не видим Никодима, что он святой. Мы не видим Никодима, что он теперь вот уже пошел вместе с апостолами. Не стал апостолом. Но впоследствии он действительно стал, ну, не апостолом, но он святой. И имя Никодима мы вспоминаем в день, в третье воскресенье после Пасхи, вместе с равнопостольными Марии, Магдалине, Марии Клепой, мы в Иосифа и Никодима. Помнишь Иосифа Аримафейского? Про него поемка, да, благообразный Иосиф. Вот Иосиф с Никодимом, святые, в честь которых мы теперь крестим детей. То есть при жизни Христа он себя не исповедовал христианином, а после стал благовествовать вместе с апостолами, да? Еще как исповедовал. Вот эти поступки его, встреча, беседа с Господом Христа, отраженная сегодня в Евангелии, и эта фраза на Синедрионе, все это свидетельствует о том, что он уже был учеником Господа, но потом он подкрепил свою веру святостью, и теперь мы его почитаем в лике святых. Уклонись от зла и сотвори благо. Такую заповедь оставил нам царь Давид. Поэтому телеканал «Спас» каждое утро предлагает вам начать с доброго дела. Сегодня мы хотим рассказать вам о Никите Бережанове. Он десятый ребенок в семье и родился с синдромом Дауна. С пяти лет мальчик посещает Свято-Димитриевский центр службы милосердия. Сначала он не мог говорить, прятался, не общался с детьми. Через четыре года занятий Никита превратился в общительного веселого ребенка, начал говорить и даже играть в спектаклях. Мальчик учится в коррекционном классе, созданном при детском центре специально, для того, чтобы переход к школьному образованию был плавным и нетравмирующим. Свято-Димитриевский детский центр – это место, где находят поддержку дети в трудной жизненной ситуации, дети из нуждающихся семей, в том числе с особенностями развития и пищевого поведения. Помощь в детском центре этим семьям и детям оказывается бесплатна, включая питание, расходы на которое превышают 1 миллион рублей в год. Поддержите детский центр, отправьте смс со словом «качели» и любой суммы на номер 3434, например, «качели пробил 300». А мы продолжаем нашу программу. Против этого священномучника показания советской власти давал тот, от кого этого не ожидали – священник. О непростом пути отца Аркадия Добронравова нам расскажет Юрий Батурин. «Блаженные, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Важнейшая для понимания христианства заповедь блаженства, провозглашенная Спасителем. В 30-е годы 20 века произнесение евангельской истины расценивалось как контрреволюционная деятельность. Нелепо, но именно за проповедь в 31-м году пострадал священник из Казанской губернии Аркадий Добронравов. Имя. Аркадий Павлович Добронравов. Год рождения. 1868. Место рождения. Село Устье Ядринского уезда Казанской губернии. Образование. Казанская духовная семинария. Должность. Священник храма в честь Казанской иконы Божьей Матери города Цивильска Нижегородского края. Арестован за антисоветскую агитацию. Приговорен к пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. За протеереем Аркадием Добронравовым пришли 30 апреля 1931 года. Причиной ареста батюшки стала пресловутая антисоветская агитация. Якобы он проводил систематическую пропаганду под видом религиозных проповедей. При обыске были найдены конспекты речей батюшки, с которыми он обращался к пастве. Рукописи и выдали за улики. Держался он с присущим ему достоинством, поскольку он путем диспута, аргументированного, пытался объяснить органам местного тогда самоуправления, что он не выступал против них. Выступал только за то, чтобы Божье слово продолжало звучать в народе. Но именно борьба с Божьим словом была одной из приоритетных задач новой власти. Приписываемая батюшке контрреволюционная деятельность была не единственным поводом для ареста. Активный священник давно был неудобен властям. Когда в стране началась массовая кампания по закрытию церквей, отец Аркадий всеми силами пытался отстоять храм Казанской иконы Божьей Матери в Цивирске, где он служил. Он ходил по близлежащим селам, разговаривал с людьми, потому что советская власть проводила сначала свою агитацию, а потом тут же проводила голосование. И зачастую воли народа храмы закрывались, поскольку перевес был в голосовании на стороне советской власти. И вот отец Аркадий, он менял эту статистику. Он ходил и общался с людьми, переубеждал их. И люди голосовали за сохранение храмов. Сохранить святыню от закрытия, хоть и ненадолго, батюшке удалось. А вот избежать ареста нет. В июне 1931 года отца Аркадия приговорили к пяти годам заключения в Темниковском лагере в Мордовии. Там он и скончался, не выдержав тяжелых условий заключения. Будущий священномученик родился в семье дьякона Павла Добронравова, где воспитывалось еще четверо сыновей. Аркадий пошел по стопам своего отца, закончил Казанскую духовную семинарию, женился на девице Марии Федоровне Красновидовой и в 1889 году был рукоположен в Иерее. Священническое служение молодой пастырь начал в строящемся храме Николая Чудотворца в селе Печкассы, что в Казанской губернии. За усердный труд по благоустройству церкви батюшка получил первую из своих многочисленных наград. С момента его начала служения в 1889 году до 1912 года, когда он был возведен в Сан-Пратерея, вот за этот короткий период он получил 12 наград разного статуса. И вот это говорит о том, что его служение было действительно заметным даже для столичной жизни. В 1896 году отец Аркадий Добронравов был переведен в храм в честь Казанской иконы Божьей Матери в городе Цивильске, где прослужил целых 35 лет, вплоть до самого ареста. Священническое служение он совмещал с преподаванием закона Божьего в местной церковно-приходской школе. После большевистского переворота в жизни батюшки начались серьезные испытания. Отца Аркадия арестовали, а Казанский храм закрыли и отдали под общественно полезные нужды страны советов. Здесь первоначально было какое-то мастерские. Также рассказывает старая бабушка у нас. Здесь, говорит, вот в центре, вот сюда, где люстра висит, висел канат, по которым мы лазили, говорит Сашков. Здесь рядом школа. Возрождение святыни и духовной жизни прихода началось в начале 2000-х годов. Нынешний настоятель Казанского храма, протеерей Валерий Иванов, вспоминает, какой непосильной задачей казались работы по восстановлению церкви. Материальной помощи ждать было неоткуда, прихожан почти не осталось. Но по молитвам священномученику Аркадию то, что казалось невозможным, свершилось. Иногда так заплачу, бывало, и молюсь священномученику Аркадию, говорю, священномучениче Аркадий, помоги. И вы знаете как? Удивительно. Приходит молодой человек такой, заходит и меня спрашивает, говорит, где у вас можно пожертвовать? Я думал, положит рублей 500, ну тысяч максимум. Положите, говорю, я хочу больше, говорит, а сколько, как? Ну 500 тысяч, говорит, хочу. Я был в шоке. Я говорю, как вас зовут? Он говорит, Аркадий. Первое богослужение во вновь освященном храме прошло в 2014 году. Каждый год, 20 апреля, в день памяти священномученика Аркадия Добромравова, сюда съезжаются множество верующих, чтобы молитвенно почтить своего земляка и небесного заступника. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Протеерей Аркадий Добронрамов прошел до конца этот путь, не побоясь проповедовать евангельскую истину. Слова Спасителя сбылись в судьбе батюшки. В декабре 2007 года Русская Православная Церковь прославила его в лике новомучеников. Как могут сочетаться храм и театр? Например, один из них может находиться на крыше у другого. Не верите, что такое возможно? Сейчас Саша Михайловская докажет вам обратное. Актеры тоже люди и нуждаются в том, чтобы в театре был свой храм. Единственный в мире храм на крыше театра. Такое гордое звание носит Домовая Церковь во имя Средственного Господня, что размещена на крыше одного из корпусов театра Школы Драматического Искусства. Благословение на ее строительство давал ныне почивший патриарх Алексей II. А инициатива создания этого необычного храма Москвы принадлежала самому создателю театра. Эта уникальная идея пришла художественному руководителю, создателю, основателю театра Школы Драматического Искусства, легендарному режиссеру Анатолию Александровичу Васильеву. Его ближайший соратник Игорь Ильич Попов, который как архитектор спроектировал это здание и построили этот храм на пожертвование работников театра прихожан. Интересно, что первым настоятелем храма был в прошлом и сам выходить из актеров Александр Ишматов, принявший монашеский постриг с именем Даниил. Теперь он продолжает свое служение в Черногории, а церковь окормляет настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протеерей Александр Абрамов. Храм посвящен Сретенью Господнюю. В праздник престольный в любом храме совершается крестный ход. И вот мы этот крестный ход совершаем по крыше. Или, например, в пасхальные дни всегда совершается крапление святой водой, тоже с крестным ходом. Мы идем по крыше театра с хоругвами, с иконами, совершаем крапление, а внизу идут люди. И они смотрят, что что-то удивительное происходит на крыше, видят купол, видят крест. И очень многие останавливаются и благодарят, потому что в этом элементе неожиданности есть какое-то божье воздействие. Бог действует и через неожиданность. По словам Игоря Яцко, когда в 2006 году Анатолий Васильев покинул театр, его ученики стали думать, как сохранить особенность школы драматического искусства и в то же время наполнить театр новой жизнью и новыми людьми. И, конечно, забота о храме стала очень важным делом. Нам пришлось самим пробивать дорогу такую и в театре, и в искусстве, и в духовном плане. И, конечно же, мы ощущаем сейчас, что храм является нашим защитником, защитником театра. Тут иногда бывают очень большие праздники, собираются много священнослужителей. Наших прихожан становится все больше и больше. Жизнь театра напряженная, поэтому богослужения здесь проходят не так часто. Как правило, раз в месяц. Да и для того, чтобы в этой домовой церкви на крыше прошла служба, необходимо заранее договориться как с самим отцом Александром, так и с прихожанами, которые заботятся о храме и готовят его к этому событию. Наши прихожане прибирают, готовят храм. Потом обычно после службы мы не расходимся вместе. У нас есть традиционные чаепития, встречи, беседы, духовные беседы. И в этом смысле очень много наших актеров и работников театра, не только актеров, очень интересуются этим вопросом. Это большое счастье поговорить со священником, посидеть, ну, и иметь возможность задать вопросы. Конечно, всегда были люди, которые не совсем понимали, зачем театру нужен храм, да еще и на крыше, а также как эти понятия сочетаются. Подобный вопрос мы не могли не задать и Игорю Владимировичу. Есть мнение, что театральное искусство, оно идет в разрез с христианством, что театр вредит человеческой душе. Что вы об этом любите? Ну, я думаю, что это неправильно, и исторически неправильно. У нас вывеска на театре называется «Школьный театр». Ну, театр – это школа драматического искусства, а это школьный театр. Потому что театр на Руси и появился как соединение, именно как мистериальные сюжеты. То есть сюжеты религиозные и театральные сплетались вместе. Поэтому сама по себе основа душеспасительная. Александра Михайловская, Андрей Андреевских, Борис Сафронов. Телеканал «Спас». Продолжаем нашу утреннюю программу. Друзья, вы слышали раньше о храме-памятнике погибшим мореплавателям. Наши коллеги узнали, где именно он находится и в чем его особенности. Сейчас расскажут нам об этом. Храм уникальной росписью и своим положением, местоположением. Он показывает нам то, что он выполнен в морской тематике. И видно, что храм будто бы плывет по морю и доставляет каждого человека, его тихую душу, через бурное море, тихому пристанющему своей жизни. Мы видим на территории храма, на главной фреске, четыре главных иконы святителя Николаевича, из которого храм, и три иконы Пресвятой Богородицы, Пресвятая Богородица Афонская, Покрова Пресвятой Богородицы и Знамение. Что интересно, когда было положение первого камня на основании храма, также приплыли дельфины, которые удивлялись этому храму, этому действу. И в знак этого у нашего храма, вы сейчас пройдемте в храм, увидим на полу из твердого порода гранита сделаны розы ветров по центру храма и по кругу дельфины. Дельфины, так как считаются друзьями мореплавателей и всех путешественников по водах. В этом храме можно долго рассматривать сюжеты фресок. Каждая из них чем-то интересна. Но одна фреска нас поразила больше всего. Мы специально поднялись на хоры, чтобы ее рассмотреть, и попросили отца Георгия подробнее рассказать о необычном изображении. Скажите, пожалуйста, что это за сюжет на фреске? На данной фреске у нас изображено второе предшествие Господа нашего Иисуса Христа. И как мы с вами все знаем, что при своем втором пришествии Господь воскресит души умерших людей, те, которые умерли от начала мира. И вот на этой фреске мы видим изображение души и тела тех людей, которые погибли на водах и их тела не нашли. На этой фреске нам показывает, что Господь в силе воздвигнет те тела, которые находятся на дне моря, и вывести их навстречу с Богом и даже с нашими близкими людьми. И все мы их действительно встретим. А чайки несут в клювах младенцев? Путешествующих. На кораблях путешествуют не только обычные люди, но и беременные женщины путешествовали. И видно, что чайки возносят также и души тех младенцев, которые были вместе с ним. И детей, которые также погибали на кораблях, которые просто возили в другие страны. Важно сказать, что храм Николая Чудотворца – это мемориал об всех погибших на водах. У входа в храм паломников встречает стена скорби с освященными мемориальными досками, на которых написаны имена погибших в крупных морских катастрофах. Также у нас в храме есть обломок корпуса подводной лодки «Курск». Вот мы сможем его с вами посмотреть. Когда его гравировщик смотрел, он удивлялся настолько прочность этого металла, что не продавался гравировки. Поэтому, если присмотреться, гравировка действительно выглядит неровной, потому что сама обшивка корпуса была очень твердой и не подавалась обработкой механическим способом. И вы здесь, батюшка, поминаете всех по именам. Да, это единственный храм, на котором есть благословение, поскольку будет стоять храм, поминать на каждой литургии всех путешествующих по водах и по суше. Вы сейчас говорите, у вас пара за рта идет. Я вот сейчас просто задумался, как здесь крещение-то проводите? Крещение младенства мы проводим прямо здесь, в храме. Если приходят к нам взрослые люди, мы по древней традиции, как полагается, выходим со взрослыми людьми на море и полным погружением в море, как полагает, устав прописывает нам. Сюда действительно хорошо приехать с детьми. Есть при храме и морской музей, и детская площадка. Можно встать за штурвал и почувствовать себя настоящим моряком, который не боится ни бурь, ни штормов. Друзья, теперь время новостей пришло. Давайте вместе узнаем о главных событиях нового дня. Это главные события нового дня. В студии Вероника Ивашенко. Здравствуйте. В Киево-Печерской лавре продолжает расти напряжение в противостоянии защитников монастыря и рейдеров-раскольников, поддерживаемых властями Украины. Вчера на территорию лавры зашли вооруженные украинские силовики. Группа полицейских попыталась заблокировать вход в монастырь, но была встречена верующими, которые держали на руках иконы и пели пасхальный тропарь «Христос воскресе». По информации, полученной журналистами, Печерский районный суд Киева предоставил полиции право доступа к некоторым объектам Киево-Печерской лавры. Среди них склеп Васильчиковых, гранитная кладка Ближней Печерской площади, помещение академии, семинарии, метрополии, корпуса и сооружения на территории бывшей инфекционной больницы. Теперь полиция будет пытаться блокировать вход для верующих в эти помещения. Вместе с полицией туда должны войти также сотрудники украинского Минкульта. Напомним, что киевский режим ранее уже передал раскольникам две лаврские церкви, в том числе и главный храм монастыря Успенский собор. В Караганде прошли торжества в честь 25-летия обретения мощей преподобного Севастьяна Карагандинского. Праздничные мероприятия, центром которых стал новопостроенный Троица Севастьяновский собор, возглавили митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Перед началом богослужения состоялся крестный ход, в котором приняли участие несколько тысяч верующих. Молитвенное шествие с мощами преподобного от места трудов святого в микрорайоне Михайловка прошествовало до нового храма, где и была установлена святыня. По окончании божественной литургии митрополит Александр поздравил собравшихся с 25-летием обретения мощей преподобного Севастьяна, духовного преемника оптинского старчества и небесного покровителя казахстанской земли. В рамках празднования участники торжеств возложили цветы к памятнику преподобного. Было освящено здание епархиального духовно-культурного просветительского центра святого Севастьяна и открыта выставка, посвященная жизни и трудам подвижника, организованная Карагандинской епархией. Антиохийская и Сиро-Яковицкая церкви учредили совместный день молитвы о похищенных. 22 апреля, начиная со следующего года и в дальнейшем, ежегодно церкви Ближнего Востока будут молитвенно отмечать день, в который были похищены два митрополита Алеппо, Сиро-Яковицкий и Григорий, Юханна Ибрагим и православный Павел Язиджи. В 2013 году архиереи вместе выехали из Алеппо для проведения переговоров об освобождении захваченных боевиками священников, но их машина попала в засаду, водитель был убит, а сами они похищены и до сих пор не найдены. В десятилетие их исчезновения Ближневосточный совет церквей проведет семинар в их память, на котором будет объявлен об учреждении совместного дня молитвы. Семинар пройдет при поддержке двух антиохийских патриархов, православного Иоанна X и Сиро-Яковицкого Игнатия Ефрема II Керима. Это были главные события нового дня. До встречи. Ну а теперь давайте послушаем отрывок из второй главы книги «Деяния святых апостолов», которую прочтет для нас народная артистка России Мария Аронова. Петр же сказал им «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так охотно принявшие слово его, крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». Вторая глава книг «Деяния» рассказывает нам о том, как жила Первая Церковь. Подхватывая предыдущие чтения, завершая проповедь святого апостола Петра в Иерусалиме, напоминает о том, что до трех тысяч человек захотели креститься и были крещены. Этот момент отражен как раз вот здесь, на этой картине у нас за спиной. И далее святой евангелист Лука рассказывает о первых шагах жизни Церкви. Мы видим с тобой, как выглядела Первая Христианская община. Он прямо перечисляет такие характеристики. Например, все были верны апостольскому учению. Святой Петр, святой Иаков, первый апостол иерусалимский, епископ. Они говорили от лица Церкви. Они воспроизводили проповеди и учения Господа Иисуса Христа. Они рассказывали о земной жизни и подвиге, смертной казни и воскресении Христова. Вот этот предмет их проповеди являлся непререкаемым. Авторитет, апостольский, это то, что пронесли христиане через века. И сегодня в символе веры мы, когда говорим про нашу Церковь, мы говорим, что она апостольская. То есть вероучительная часть абсолютно тождественна тому, чему учили святые апостолы еще с первых веков. Но это не одно. Есть еще что-то, что объединяло первых христиан. Это молитва. Да, святые с первых дней существования Церкви собирались и возносили молитву Богу. Вот только новшество, по сравнению с тем, что было до Христа, в том, что они теперь не только в Иерусалимском храме собираются, но и в разных местах. На домах. Прямо святой апостол Лука об этом сегодня пишет. Они были единодушны в молитве, но они могли находиться в одно и то же время в разных местах. Собственно говоря, вот эта традиция и у нас сегодня. У нас есть множество приходов, епархий, метрополий, патриархий по всему миру. Но все мы объединены вокруг Господа Христа, вокруг одной единой чаши святого Таинства Евхаристии. Вот такое вот единство в многообразии началось уже тогда. Ну и еще, что вот сейчас мы по-другому смотрим на это. Однако первые христиане очень строго соблюдали материальную часть своего единства. Вступая в общину, человек должен был продать все свое имение. Это как вот в монастыре. Абсолютное отречение от собственности, частной собственности. Земельный участок есть. Они продавали и делили эти средства между собой. Давали неимущим. Причем очень строго, да? Там до смертной казни. Да, там потом мы в книге Деяния услышим рассказ про Анания Сапфиру, которых святой Петр вообще наказал за это прислушание. Вот была такая кумранская община, там строго соблюдали это правило. Но позднее именно вот это следование вот этому материальному привело к такому искажению. Это были такие коммуны. Все это выродилось в какой-то совершенно непрактичный институт, когда люди уже отдавали, а это шло не на пользу церкви. Потому что в церковь вошли разные разбойники, разные мошенники. Они манипулировали людьми. И поэтому церковь приняла решение по-другому пересмотреть материальную сторону своей жизни. То, что сегодня, это здравое, это взвешенное. И здесь мы имеем и святость внутри церкви, но в то же время мы совершенно четко отдаем себе отчет, что есть люди-мошенники, есть люди грешные, для которых нужно сделать каноны. И вот церковными канонами теперь регулируется экономическая жизнь нашей церкви. Но в первые века было так. Наивно, да просто. Настолько наивно и просто, что позднее, в 20 веке, Русь в России, в православной стране, попробовали сымитировать в эту общинную жизнь. Когда отказались от частной собственности, многие исследователи подчеркивают, что коммунистические идеалы, призывы большевиков, они, по сути, совпадали с призывами апостолов. Но они коренным образом отличались о них. Если первые давали... Просто безблагодатные. Это невозможно без Бога сделать справедливо. Но манипуляция большевиков взывала именно к этому. Первому еще призыву, к которому святые апостолы сегодня призывали своих первых учеников. Вот интересный материал такой для размышления сегодня. Эти признаки первой церкви. Во-первых, апостольский авторитет. Во-вторых, это молитва. Ну и в-третьих, общий капитал. Общий капитал, общая ценность. Кому? Спасибо большое, отец Василий. Мы становимся все более образованными благодаря вам. А мы продолжаем, дорогие друзья. У нас короткая пауза, впереди еще очень много интересного. Друзья, мы продолжаем нашу программу. И сейчас пришло время отвечать на ваши вопросы. Это рубрика «Утренняя почта». Одна из самых любимых у нас с Екатериной. И мы вот уже готовы начинать. Батюшка, вот Иван спрашивает, можно ли ребенку дать свободу выбора и не крестить его во младенчестве? Мы с женой оба верующие, но хотим, чтобы сын пришел к вере осознанно. Есть в этом, конечно, смысл. Но надо дать ему не только эту свободу. Надо дать свободу, вот хочет ли он учиться в школе или не хочет. Пускай вот он сам решит. Надо дать ему свободу, хочет ли он покушать или не хочет. Он сам решит. Я хочу сказать, что это так естественно, что даже обсуждать этого ни к чему. Я предлагаю вот что. Заглянуть вот вперед. Вот подумайте. Подумайте, пожалуйста. Сможет ли он сделать этот выбор, учитывая огромные искушения этого мира? Если он ни разу не почастится, ни разу не поисповедуется, то он всегда будет откладывать на завтра, на послезавтра. И, как говорится, поживу, погрешу, а в старости покаюсь. Вот чего вы дождетесь. И не думайте, что это приходит вот так вот само себе, что пройдет этот момент, когда он осознает, да, я хочу. Это очень редко бывает. И для того, чтобы так случилось, ребенок должен будет сильно помучиться, сильно пострадать. Каким-то его прям, или он заболеет, не дай бог, или что-нибудь такое, заставит его задуматься о вечном. Ну, а пока в нем будет бурлить жизненная сила, поверьте, ничего другого, кроме греховной жизни, ему не захочется. Вот есть такая вакцина, если хотите, да, такое средство от этой греховной жизни, показать ему жизнь духовную. Жизнь прекрасная, в Боге, чтобы он умел сравнить. А так иначе несправедливо, нечестно. Ну, вот действительно, получается, что родители, если они верующие, они ходят в храм, исповедуются, причащаются. Это очень странно. А ребенок просто будет смотреть на это и не сможет даже причаститься вместе с родителями. А представьте себе картину, вот вы ходите, а вас спрашивают, а где ваш ребенок? И что вы скажете? А он не крещен. Это очень странная ситуация. У верующих людей ребенок не крещен. Ну, да здрасте. Да, действительно, такой вопрос часто возникает и кажется справедливым, но вы, мне кажется, очень точно ответили. Кажется, это только с первым ребенком. Со вторым, с третьим уже все разъясняется. Ну что ж, на сегодня вопросы закончились, дорогие друзья. Пишите нам еще для следующих программ свои вопросы, а мы идем дальше. В истории Киево-Печерской обители был удивительный святой, которого из половицкого плена вызволил ангел. О ком именно идет речь, мы узнаем дальше. Житие блаженного Никона – это не только история страшных мучений ради Христа, но и свидетельство того, как смирение и способность принять Божью волю вершат чудеса. Никон происходил из знатного киевского рода и долгое время подвязался в Киево-Печерской обители. Во время одного из половецких набегов инок был пленен и вывезен из монастыря в степь. За пленника из богатой семьи половецкий хан рассчитывал получить огромный выкуп. Никона пытались выкупить. Сперва один христолюбивый киевлянин, потом его богатые родственники, но Никон не хотел освобождения. Он считал, что если человек попадает в плен, то исключительно по воле Божьей и должен смиренно ее принять. Родственникам не удалось переубедить его, а половцы, которые рассчитывали на солидный выкуп, пришли в ярость. Никон находился в плену несколько лет, подвергаясь ежедневным истязаниям. Половцы клали окровавленного монаха на огонь, резали ему ноги, морили голодом и жаждой. Летом оставляли под палящим солнцем, а зимой в лютые морозы бросали на снег. Мучители придумывали изощренные пытки, надеясь, что святой пойдет на сделку с собственной совестью и согласится на выкуп. В православных потеряках и житиях святых очень много внимания уделяется описанию сцен именно мучений, смерти мученической. С такими подробностями, которые просто леденят не для души. Насколько это было важно показать? Почему? Как вы думаете? Ценностью и фактом является то, что протоколировались события с протокольной точностью для того, чтобы мы, видя их кончину, подражали их вере. Это делалось для того, чтобы дать нам средства для укрепления нашей веры, для того, чтобы мы ею дорожили и чтобы чтили память людей, которые имели такую веру, чтобы дать нам пример. Блаженный Никон возносил хвалу Господу и неустанно молился. Нечеловеческие страдания так и не смогли поколебать его дух и веру. И однажды Блаженный сказал своим учителям, что через три дня вернется в свой монастырь. Половчанин, взявший его в плен, решил, что Никон хочет бежать и подрезал святому сухожилие в коленях. Монаха сторожили, не смыкая глаз, и все же не устерегли. На третий день, когда вооруженные сторожа сидели вокруг него, узник внезапно стал невидим. И половцы услышали голос, хвалите Господа с небес. Во время боссужения в Печерском храме появляется монах, весь в степях высох, истекающий кровью. Так ангелы его перенесли. Но это еще не самое удивительное. В последствии был заключен мир, этот половец пришел в Киев. Когда он божьим промыслом зашел в монастырь, он увидел Никона и узнал его. Пал ему в ноги, просил прощения, принял здесь крещение, постригся в монахе и до конца своих дней за ним ухаживал, стараясь загладить свою вину перед ним и перед Господом. Так вместе два монаха спасали свои души. Такие удивительные судьбы Божии. Когда Господь дает такие испытания, не всегда видна изначально его задумка, что должно произойти. Но спустя какие-то действия, годы и время, понимаешь, что данный подвиг был для того-то и для того-то. Вот в случае с Никоном, человек, пришедший потом из половца, который над ним издевался, он же тоже принял монашество. Да. Такая цепочка как бы дала действия другим событиям с другими людьми, которые тоже пришли к спасению. Да, да, вот вы правы. Очень, очень, да, метко. Просто люди смотрят на то, как даже вот первые века. Сколько же было таких римских солдат, которые, видя то, как люди за Христа страдают, сами хотели пострадать. То есть это и для людей очень наглядный пример. Никон появился в монастыре во время литургии. Как раз в то мгновение, когда начали петь причастный стих. Монах не хотел рассказывать о том, что ему довелось пережить. Но когда он предстал перед братьей, связанной и скованной тяжелыми цепями, израненной и окровавленной, ему пришлось поведать о случившемся. Понимаете, что вот есть у людей разная сила. Даже и сила воли, и телесная сила. Бог видит, какой у нас есть потенциал. И, конечно же, попустил Никону такое вот сложное испытание. Наверное, потому что нет другого пути для духовного, для совершенствования. Эта история будет неполной, если умолчать об одном событии. Когда святой находился в плену, крепко расхворался взявший его в плен баловчанин. Да так, что завещал над его гробом распять пленного чернорисца. Но блаженный Никон усердной молитвой исцелил своего мучителя. Тем самым уберег себя от гибели и исцелил не только тело, но и душу паловчанина. Сегодня мы молимся святому Никону Сухому о даровании нам сил принимать волю Божью и иметь смирение перед всеми ударами судьбы. Мы продолжаем утреннюю программу. Российский театральный режиссер Эдуард Баяков много раз рассказывал о своей вере. Специально для зрителей телеканала «Спаса» он рассказал о том, почему очень важным местом для себя он считает Оптиной пустынь. Давайте и мы узнаем об этом. Эту икону Георгия Победоносца мы привезли из Оптиной пустыни. Ее подарил настоятель из Китая Иоанна Претечия, батюшка Тихон. Эту икону подарил Эдуарду. Эта икона написана непрофессиональным иконописцем. Она так нравится нам, потому что у меня есть столько тепла и какой-то искренности детской. В то же время она икона, и она такая сильная икона. Оптина – это место моей сборки, когда меня по частям она собирала. Даже думала, как бы там переехать, благословили. Наверное, я никогда этих прекрасных духовников не видел в таком жестком состоянии. Они просто даже не смеют рыпаться. Кто ты такой, чтобы вообще этого хотеть? Твое испытание, твой путь в Москве. Ты должен идти туда, и мы верим тебе. Мы будем за тебя молиться. Но ты должен быть там. О самых важных и актуальных событиях нового дня давайте вместе узнаем из короткой сводки новостей. Это главные события нового дня. В студии Вероника Ивашенко. Здравствуйте. В Киево-Печерской лавре продолжает расти напряжение в противостоянии защитников монастыря и рейдеров-раскольников, поддерживаемых властями Украины. Вчера на территорию лавры зашли вооруженные украинские силовики. Группа полицейских попыталась заблокировать вход в монастырь, но была встречена верующими, которые держали на руках иконы и пели пасхальный тропарь «Христос воскресе». По информации, полученной журналистами, Печерский районный суд Киева предоставил полиции право доступа к некоторым объектам Киева-Печерской лавры. Среди них склеп Васильчиковых, гранитная кладка Ближней Печерской площади, помещение Академии, семинарии, метрополии, корпуса и сооружение на территории бывшей инфекционной больницы. Теперь полиция будет пытаться блокировать вход для верующих в эти помещения. Вместе с полицией туда должны войти также сотрудники украинского Минкульта. Напомним, что киевский режим ранее уже передал раскольникам две лаврские церкви, в том числе и главный храм монастыря Успенский собор. В Караганде прошли торжества в честь 25-летия обретения мощей преподобного Севастьяна Карагандинского. Праздничные мероприятия, центром которых стал новопостроенный Троица Севастьяновский собор, возглавили митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Перед началом богослужения состоялся крестный ход, в котором приняли участие несколько тысяч верующих. Молитвенное шествие с мощами преподобного от места трудов святого в микрорайоне Михайловка прошествовало до нового храма, где и была установлена святыня. По окончании божественной литургии митрополит Александр поздравил собравшихся с 25-летием обретения мощей преподобного Севастьяна, духовного преемника оптинского старчества и небесного покровителя казахстанской земли. В рамках празднования участники торжеств возложили цветы к памятнику преподобного. Было освящено здание епархиального духовно-культурного просветительского центра святого Севастьяна и открыта выставка, посвященная жизни и трудам подвижника, организованная Карагандинской епархией. Антиохийская и Сиро-Яковицкая церкви учредили совместный день молитвы о похищенных. 22 апреля, начиная со следующего года и в дальнейшем, ежегодно церкви Ближнего Востока будут молитвенно отмечать день, в который были похищены два митрополита Алеппо, Сиро-Яковицкие Григории, Юханна Ибрагим и православный Павел Язиджи. В 2013 году архиереи вместе выехали из Алеппо для проведения переговоров об освобождении захваченных боевиками священников. Но их машина попала в засаду, водитель был убит, а сами они похищены и до сих пор не найдены. В десятилетие их исчезновения Ближневосточный совет церквей проведет семинар в их память, на котором будет объявлен об учреждении совместного дня молитвы. Семинар пройдет при поддержке двух антиохийских патриархов, православного Иоанна X и Сиро-Яковицкого Игнатия Ефрема II Керима. Это были главные события нового дня. До встречи. Сегодня православная церковь молитвенно чтит память преподобного Даниила Переяславского. О его жизненном подвиге мы поговорим прямо сейчас. Преподобный Даниил Переяславский родился в семье благочестивых христиан. Его окрестили с именем Дмитрий, и уже с самых ранних лет мальчик желал подвижнической жизни. Отрока отдали на воспитание в Никитский монастырь к родственнику игумену Ионе. Там Дмитрий окончательно укрепился в мыслях о подвижнической жизни и решил стать иноком. Но он боялся, что родители будут против его желания, и вместе со своим братом Герасимом тайно ушел в монастырь преподобного Пафнутия Боровского. Там Дмитрий принял иноческий постриг. Прибывая в постоянных аскетических подвигах, святой получил духовный опыт и возвратился в Переяславль, в Горецкий монастырь, где стал священником. Через некоторое время преподобный Даниил стал центром притяжения нуждающихся и страждущих. Многие к нему приходили на исповедь за духовным советом, и каждый, кто обращался за помощью к святому подвижнику, получал утешение и надежду. Особенно он заботился об умерших нищих, бездомных и безродных людях. Если преподобный узнавал, что какой-либо человек погиб от разбойников, либо об утопленнике или замерзшем на дороге, которому некому было похоронить, то святой находил мертвые тела несчастных и погребал их своими руками, после чего всегда поминал души умерших на божественной литургии. На месте одной из таких усыпален святой построил храм в честь всех святых, чтобы в нем всегда совершалась молитва об упокоении безвестно умерших христиан. Спустя время вокруг храма появился небольшой монастырь, где преподобный Даниил стал игуменом. В обители всегда принимали странников, убогих и нищих. Собственным примером святой наставлял свою братью на путь милосердия и любви. За свои многочисленные добродетели Господь наградил преподобного даром чудотворения. Он обращал воду в целебный квас, исцелял насельников обители от болезней и избавлял их от многочисленных опасностей и искушений. Однажды во время голода, когда в монастырской житнице оставалось мало хлеба, к нему пришла вдова с детьми и просила о помощи. Святой отдал последнее пропитание бедной женщине. Господь не оставил преподобного и сотворил чудо. С тех пор мука в житнице не оскудевала в продолжении всего голода. Преподобный Даниил был духовником великого князя Василия Ивановича. А об авторитете и уважении святого со стороны правителя говорит то, что по его просьбе великий князь не раз освобождал приговоренных к смертной казни, а также два раза просил его стать восприемником при крещении своих детей. По преданию, преподобный был крестным будущего царя Ивана Грозного. Перед своей кончиной преподобный Даниил принял великую схему и отошел ко Господу на 81-м году жизни. Нетленные мощи святого обрели в 1652 году, и вскоре Господь прославил своего верного ученика многочисленными чудесами. Переяславский, ну, сейчас мы называем этот город Переславль, чуть проще, Переслав-Залезский. Да. Вот там он родился, и там он нес свое служение. Он был благочестивейший человек из своего времени, учитывая даже то, что в то время много людей было такого склада характера, молитвенник, подвижник, искренний монах, в Пафнутьево-Боровском монастыре принял постриг. Это был один из самых строгих монастырей, и сейчас остается одним из таких же. И у себя в Переславле он служил в монастыре, молился, служил. Но вот когда мы в этой рубрике с тобой говорим, а в чем же состоял главный подвиг земной жизни, мы должны сейчас рассказать об одном храме. Вот, который в руках, да? Да, мне очень нравится именно эта икона святого Даниила, потому что храм этот называется «Скудельничий». Помнишь это слово? Когда слышим его, мы сразу вспоминаем Евангелие, в завершении евангельской истории, когда Иуда, отрекшийся, принес, бросил серебряники, тогда первые священники сказали, негоже положить в карвану, в казну. Но мы можем использовать этот срез, эти 30 серебряников, чтобы выкупить участок земли. Вот тогда в славянской речи звучит «купим скудельничий», да? Землю скудельнича. Землю скудельнича, да, что это значит? Скудельники, но скудельники – это вот такое… Странники, по-моему, да? Странники, да. Странные люди. Странники. Потому что они совершенно никак не социализировались, они обездолены, они абсолютно лишены всяких материальных благ, и, в общем, некому за них заплатить, чтобы выкупить какой-нибудь участок на каком-нибудь кладбище. Ну, так вот, таких хоронили вот в такой вот особой земле, без каких почестей. И, знаешь, иногда так хоронили, что даже гроб торчит, настолько даже экономили землю для этих людей. Но как-то раз в жизни святого случилось вот что. К ним в монастырь пришел некий странник. Странник, который вообще не говорил ни одного слова, кроме «дядюшка». Вот так, как тебя зовут, дядюшка? Там, обратился к вам, дядюшка. Вообще ничего не говорил, только вот дядюшка. Так его и прозвали, дядюшка. Он поселился в келье у святого Даниила. Он, оказывается, жил там всего лишь несколько дней, буквально. Вот несколько дней перед самой своей кончиной получилось так, что он вышел из кельи, и там вот где-то у порога он скончался. Ночью Даниил идет и споткнулся в какое-то бревно. Оказалось, что это тело человека. Он согнулся, а это дядюшка. И, судя по всему, смерть наступила буквально в считанные минуты только что, потому что тело еще было теплое. Ну, что делать с ним? Отпели его, хорошо, слава богу. А куда его похоронить? Ну, был бы он из братьев, мы бы на монастырском кладбище. А это же странник, ну, на все 100% странник. И совершенно справедливо, что взяли его, отнесли вот в это скудельничье, похоронили. Но вот тут, тут почему-то вот не дает покоя Даниилу вот это событие. Вроде он поступил правильно, но ведь это же не просто скудельник. Он реально святой, он благочестивый человек. А вот, во-первых, он... Еродивый, наверное. Еродивый. Это прям святой. С ним, когда говоришь, это видно, что в нем дух божий дышит. Они взяли туда вот, можно сказать, выбросили его тело. И он тогда вот задумал сделать специальный храм, в котором они будут отпевать. И этот храм будет именно на том месте, где село Скудельничье. И там, вот вокруг этого храма будет нормально, полноценное кладбище, где они будут предавать с честью и земле... Всех странников. Всех странников. Вот именно в этом самое главное и самое необычное на то время, и да и сегодня необычное, что сделал святой Даниил. Он с честью стал погребать странников. И вот этот храм на селе Скудельничье, который он держит в руках, мне кажется, вот это и есть самое главное дело его жизни. Спасибо большое, отец Василий, за эту глубокую историю. Действительно, и в русском народе, и, может быть, вслед за преподобным Даниилом, вот эта любовь к странникам, к Скудельникам, она неистащима до сих пор. Во всех сказках, во всех житиях святых мы слышим об этом. Это очень важно и, конечно, назидательно для нас. Спасибо огромное. А всех, кто назван в честь преподобного Даниила Переяславского, память которого сегодня празднуется, сердечно поздравляем с именинами. Дорогие друзья наши, братья, мы вас и поздравляем, и, как всегда, в этот день мы желаем вам, чтобы Господь укрепил вас в добром здравии на многое и благая лето. А вот что произошло в этот день в истории Церкви России и мира. В 1682 году мастер Филипп Андреев по заказу ростовского митрополита Ионы Сысоевича начал работу на знаменитом, одним из самых крупных колоколов для звонниц ростовского Кремля – колоколом «Лебедь». Этот колокол весил 8 тонн, был назван так за красивый трубный звук. В 1894 году в Кобурге немецкая принцесса Алиса Гессендаром Штатской отдала согласие на брак с наследником русского престола, великим князем Николаем Александровичем. Его отец Александр Третий долго противился этому, но уже на смертном адрес согласился на брак сына с принцессой Алисой, нареченной впоследствии Александрой Федоровной. Это та самая знаменитая государь-императрица, последняя русская императрица, супруга последнего русского помазника. А почему противился отец Николаю? Почему? – Было известно, что она внучка великой английской королевы Виктории. – Так это же честь и праздник. – Конечно, это честь и праздник. Но уже во всей Европе было известно, что существует некая так называемая викторианская болезнь. Она передается по наследству. Ее болеют все, то есть девочки-носительницы, но они не болеют. А вот все мальчики, рожденные от этих девочек, к сожалению, болеют. Это проблема в крови. Не в свертываемости крови есть такая проблема. Единственный сын в этом браке, царевич Алексей, заболел этой болезнью. Вот ты помнишь, царевич Алексей, на руках его носили. Его запрещали даже играться в обычные мальчишечные игры, потому что как только он получил какую-то хотя бы маленькую ссадину, кровотечение не могло никак остановиться, он мог умереть. – А почему это не останавливало самого царевича Николая? – Любовь. Любовь, конечно. Совершенно настолько глубокая, чистая, что уже после знакомства с принцессой царевич уже не мог думать ни о ком, кроме нее. И шли годы, а любовь не проходила. Родители ждали, что, может быть, он встретит другую женщину, может быть, развеется. Это все чувства. Нет, совершенно никуда не делись. Напротив, только укреплялись. Об этом мы можем уже узнать из их переписки. Это была очень интересная переписка, можно сейчас познакомиться с этим. И, в общем, это пример, конечно, когда человек решительно хочет жить только с этим человеком, хочет создать семью с ним, рожать детей и положиться на волю Божию. Царь Николай был очень глубоко религиозным человеком, царица тоже. И поэтому они смогли это сделать. Они родили с Божьей помощью девочек и мальчика. И кто знает, как дальше пошла бы история, мы знаем множество примеров, когда эта болезнь проходила, люди жили с этим. А уже сегодня, когда мы говорим про эту болезнь, ну, смешно. Сейчас столько препаратов, сколько терапии, что люди живут с этим, и слава Богу. И в то время, учитывая их социальный статус, они вполне себе могли бы. И царевич Алексей, вот специалисты говорят, он мог бы править страной, несмотря на свой диагноз, он мог бы с этим жить. Но видишь, как Господь дал, его расстреляли большевики. Ну, как интересно, вот Божий промысел, да? Господь же знал, что, в общем-то, России и не понадобится уже наследник. И, возможно, даже поэтому попустил всей этой ситуации случиться. Потому что именно вот царица Александра должна была стать страстотерпицей, да? И их дети должны были пополнить лик святых. Ты знаешь, мы сейчас рассуждаем с тобой, но родителей тогда это очень беспокоило. Конечно. Потому что именно мальчики, по русскому закону, мальчики заканут. Но, будучи верующими людьми, они смирились, да, перед волей Божьей? Естественно. Не понимая, не зная еще, в чем это обернется. Но вот обернулось... Смирились. Положились на волю Божью. Господь дал им прекрасную, счастливую жизнь, наполнил очень многими событиями. И дал им даже в конце жизни, сподобиться мученической кончины, сораспинаться со Христом. Именно так мы относимся к тому, что произошло. Они ведь не только здесь проявили послушание воли Божьей, но и в последующем, когда их арестовали. Когда они шли по этому этапу. И главное, все были вместе, остались. Они же имели возможность кого-то из детей отправить. Имели возможность вообще уехать. Самим сбежать, уехать, да. Нет, они остались всей семьей. Причем все вместе. И Николай Александрович вернулся к своей семье. И вместе они провели последние месяцы, последние дни. И вместе спустились в подвал Ипатьевского дома. И вместе теперь мы их прославляем, как говорим, святые царственные страстотерпцы. Да. Молите Бога о нас. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Почему случаются войны? Почему болеют дети? Почему умирают молодые и страдают безвинные? Тысяча подобных почему задаем мы себе и окружающим? Зачем нам даются горести? И как понять и принять Божий промысел? Об этом мы поговорим с клириком храма святителя Николая Чудотворца в селе Никулино и Иреем Сергием Генченковым. Здравствуйте, отец. Здравствуйте, доброе утро. Спасибо, Господи. Батюшка, ну вот и ко мне, и к вам, и к вам всем священникам часто обращаются прихожане вот с этим вопросом. Почему? За что? И этот вопрос в себе таит очень много других вопросов. Вот откуда в мире зло? Почему страдает младенец или безвинный страдает? Вот что вы обычно говорите людям в ответ на такие вот вопрошения? Кто бы ни пришел, у кого какой вопрос есть, тот прям конкретно и рассматриваем. Потому что, как показывает практика, у всех у нас своя сетчатка глаза, свои отпечатки пальцев. Каждая из нас индивидуальность и личность. У каждого своя судьба и какие-то свои хитрослептения. Грехи тоже свои, исповеди тоже свои. И страшный суд тоже у нас персональный будет, частный. Вот поэтому, вот, я знаете, я в своей личной практике, я руководствуюсь принципом именно, что со всеми надо возиться, с каждым. Отец Сергей, вы окормляете детский хоспис. Значит, что вам постоянно приходится находить как раз-таки эти слова утешения для родителей и какие-то слова поддержки для деток. Как вы это делаете? Расскажите нам. А это профессиональный вопрос, так сказать, раз уж Господь поставил меня на это служение, значит, он и дает и видение, как с этим быть. Тут логика простая. Вы совершенно правы, это самый распространенный вопрос. Как же так? Почему был нормальный ребенок вдруг? За что? Ну, у нас детский хоспис Елисоветинский, там есть своя специфика, палеотив, то есть неизлечимый. Сколько? Никто не знает. Может, два дня, может, 25 лет. Никто не знает. Ну, Господь знает, понятное дело. И поэтому родители, бабушки, родственники, да и, собственно говоря, персонал хосписа, все находятся все время в этом подвесном состоянии, никто не знает, что будет. Но если это все это расширить, в принципе, то можно понять, что смертность – это обычная практика. То есть это некая стандартная ситуация. Нас с вами всех обязательно ждут эти врата, через которые мы должны с вами пройти. И это данность, которой надо что-то делать. А логика простая. Если правильно относиться к предметам, то лучше, чем неправильно. Когда правильно? Когда мы относимся к предметам, как Бог благословил. Когда неправильно? Когда мы от своего ума, от ветра вот этого пресловутого пытаемся в чем-то разобраться. Для этого-то Господь всемогущий открыл нам это через себя самого, через своего воплощения и через, конечно, Священное Писание и предание Церкви своей. И поэтому нам легко ориентироваться. Нам Господь сказал, и мы делаем. Это да, очень легко человеку, глубоко верующему и полагающему свою жизнь на промысел Божий. Отец Сергей, но как укрепить в человеку веру в промысел Божий? А все дело в том, что люди, которые попадают в такие ситуации, они попадают туда не просто так. И когда начинаешь разбираться, я, конечно, не буду приводить именно причины. Но во всяком случае, они обязательно есть. И всегда духовные. Сто процентов. То есть не бывает так, чтобы вот, ну вот ни с того ни с сего, вдруг как-то так. Обязательно есть духовные причины. Это не обязательно грехи. А ведь мы же знаем, что многими скорбями войдете в Царствие Божие, говорит Господь. И нам не предусмотрено вот так диван, там какие-то разносолы и потом сразу Царствие Небесное. Нас предусмотрено страдать. Страдать здесь, на земле, для того, чтобы получить там вечность и утешение. Отец Сергей, а все-таки хочется, в принципе, вот определиться с понятиями, что это такое промысел Божий. А это решающее понятие вообще в жизни. Вот я вам говорил, что я насчет индивидуального подхода. Вот. От кого мы это взяли? От самого Бога. Он-то индивидуально. У него есть изначально заложенный для нас, для всех один базовый принцип. Господь хочет всем спастись и в разум истинный прийти, говорит о святой апостол Павел. Поэтому он хочет, чтобы все спаслись. И поэтому у каждой души есть свой промысел. То есть есть некое, как Господь хотел бы, чтобы у тебя получилось. Поэтому он либо сам дает, либо попускает. Зла он не может створить, не искушает никого тот же апостол. Но, по крайней мере, попустить он может человеку. А человек возгордился, ну тогда просто благодать отступает, ну попробуй сам тогда без меня. Вот такая формула, я как-то так вот пришел к выводу, есть такая формула. Вся, даже самая любая, маленькая самая деталь моей жизни, она встроена в промысел Божий о спасении моей души. Очень хочется верить, что наши сегодняшние слова услышат люди, которым именно в эту минуту нужно. Так бывает часто в жизни. Что-то скажешь и сам не подозреваешь, а человек говорит спасибо. Ну не знаю, за что, но это Бог, наверное, так. Но все-таки, отец Сергий, если усилить вот этот момент доверия Богу, можете ли вы поделиться еще как-то опытом, что может все-таки способствовать вот этому самому настоящему доверию Богу, как наши предки говорили, все, что Бог не дает, все к лучшему. Да, а это еще проще. Ну ладно, уж простите себя от себя. Дарю вам, а есть у меня такая теория пластилина называется. Так, поделитесь. Значит, вот мой день. Я священник. Ну, когда я не был священника, она уже была, эта теория. Значит, я вот христианин. Моя задача прожить этот день, а Господь мне велел его прожить, и о нем и заботиться. А завтрашний мне не заявлен, а вчерашний уже кончился. Ты, Господи, сам знаешь, где я должен оказаться, в каком месте, что должно со мной. Ты мне сам дашь людей. Кому я нужен, ты меня дай. Вот, если я не нужен, ну, я, тогда другой принцип. Ну, это у меня кредо. Если я нужен, я вот он, а если я не нужен, я пошел. Все, дальше Господь лепит. Я же как говорю, это в чем пластилина заключается? Господи, да будет на все воля Твоя. Ты мне благослови как-то. Потом, я живу, 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 живу. Как-то живу, я стараюсь не грешить. Понятно, но все равно не получается, все равно нужно потом на испок. Все, нет, человек, который прожил бы час на земле и был бы без греха, мы знаем. Но, тем не менее, вечером, независимо ни от чего, я говорю, слава Тебе, Господи, и благодарение за все. То есть, я просил, я получил, я благодарю все. И тогда, вот, надежда на промысел Божий, в чем она заключается? В том, что действительно, как только ты скажешь, Господь, да будет на все воля Твоя, то тогда ты сразу успокаиваешься. Что главное в нашей жизни? Главное в нашей жизни – мир. Мирное состояние Духа. Вот это состояние Христово. Мятежное состояние – это состояние антихристовое. Так говорят святые. По крайней мере, святитель Иоанн Златоуст так говорит. Если бы стяжать мирное состояние Духа, которым говорит нам преподобный Серафим Саровский, стяжи Дух мирный, и тысячи людей вокруг себя могут спастись тогда, да? Вот если ты его стяжал, я не говорю, что я стяжал всегда его, иначе у меня не было бы исповеди, я был бы святым. Но тем не менее, когда ты, по крайней мере, знаешь конву, когда ты знаешь, куда идти, то тебе легче живется, и ты поцветаешься применить это на практике в сложной какой-то ситуации. Ну, например, в элементарном. Вот люди, из-за чего они нервничают? Из-за того, что они находятся, например, в пробке. Ой, я спешу, я опаздываю, ой, какой кошмар, у меня самолет, аэропорт, а я, понимаешь ли, тут завис в пробке. Что делать? Да ничего не делать. Господи, да будет на всю воля Твоя. Если бы тебе угодно, ты ее сам мне разгребешь, в эту пробку. Если не угодно, я с ней проторчу. Конечно, и ты не свалишь свою глупость, что ты прокопался, но это другой разговор. Тем не менее, потом, через какое-то время, если ты вот так смиришься, от слова мир, смирение, то по конечному счете окажется, что слава Богу, что так именно получилось. Многие спешили на Титаник и опоздали некоторые из них, например. Да? Спасибо, отец Сергий, что пришли к нам сегодня, поделились и своим пастырским опытом, и человеческим. Спасибо. Спасибо, Господи. Хорошего дня вам. Вам тоже. Друзья, напоминаем, что у нас в гостях сейчас был клирик храма святителя Николая Чудотворцев в селе Никулино и Ирей Сергий Генченко. Друзья, все вместе давайте сейчас помолимся о мире, святому праведному воину Федору Ушакову. «Приникни, праведни воине Федоре, с горних селений, напритекающих к тебе, и вонми моленью их. Умоли Господа Бога, даровать и всем нам, ежекоспасению нашему. Мы просим от Него при святом Твоем предстательстве. Ты, великая, возложенный на Тя служение, тщательно проходил, еси. И нас, Твоей помощью, пребывати кое горждо, вне же призван есть на ставе. Ты, победив супостатов множества, и на нас, ополчающихся, видимых всех и невидимых врагов, не зложи. И спроси у всемилостивого Бога, страждущую страну российскую, от лютых безбожник и власти их да освободит и да восставит престол православных царей. Умоли Господа Бога, даровать и крепкий, и ненарушимый мир, и земли плодоносия, пастырем святыню, законам правду и силу, воинначальникам мудрость и доблесть непобедимую, градоначальникам суд, флоту Твоему российскому и всему воинству нашему, преданность вере и Отечеству и неотдалимое мужество. Всем же православным христианам здравие и благочестие. Сохраняя страну нашу от всех наветов вражиих, дословом и делом прославляется в них Всесвятое Имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. А это «Утро на Спасе». Сегодня 20 апреля, четверг. Церковь чует память преподобного Даниила Переяславского. «Никогда не теряйте надежду на промысел Божий», говорил преподобный Гавриил Ургебадзе. «Утро на Спасе» просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. С Богом! В новый день, друзья! Вся команда программы «Утро на Спасе» желает вам благословенного дня.